Служба безопасности Курского аэропорта поднята по тревоге на взлетно-посадочную полосу. Направились пожарные машины и кареты скорой помощи. Наша съемочная группа побывала на учениях в воздушной гавани Курска. 9 часов утра. Ан-24 совершает неудачную посадку. Повреждено крыло, авиатопливо разлито. Пока пожарные тушат, проходит эвакуация пассажиров. Большинство из них получили травмы. Голова болит, нога болит, кровь течет, не знаю. Мы летели, и я не знаю, как это все произошло, и нас начало шатать. Студенты медколледжа хорошо вживаются в роль пострадавших. Будущим медикам это может пригодиться при работе в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Раненых уносят в безопасное место, где им оказывают помощь. Те, кто отравился угарным газом, получают ее сидя. Так легче дышать полной грудью. Счет идет на секунды. Замечания есть. Во-первых, вы чувствуете, наверное, что все-таки это учение должна быть динамика. Должны быть оказываться в свое время на помощь и быстро на эвакуацию. На наш взгляд, обывателя, нам и кажется, что это динамично. Или все-таки вы, как профессионал, видите, что недостатки? Недостатки я вижу сейчас. Это все будет, конечно, естественно, в разборе все указано. Прогар воздушного судна происходит в течение трех минут. И времени на какие-то лишние движения у нас нет. Одно движение может спасти жизнь. Об этом должны помнить все, кто садится на борт самолета. Следует выполнять инструкции членов экипажа, даже если они кажутся абсурдными. Например, то, что маску надо одеть сначала на себя, а потом на ребенка, потому что иначе ребенку помочь будет некому. С условными пострадавшими работают психологи. Для многих сам полет тоже стресс. Эвакуация прошла быстро, разбор полетов длился дольше. Обсуждали детали, делали замечания и вносили предложения. В целом взаимодействие всех служб назвали успешным. Отработали четко, красиво. Дай бог, чтобы у нас и не было никаких чрезвычек, только одни учения. Ирина Кожухова, Юрий Самофалов, Вести Курск.